В первый антикризисный пакет входит поддержка малого и среднего бизнеса IT-компании и доходы граждан. До 30 сентября предприниматели и физлица могут воспользоваться каникулами на потребительский кредит или ипотеку, даже если они брали перерыв во время пандемии. Можно попросить отсрочку или уменьшить ежемесячный платеж, свои сбережения можно вложить в золото. В России отменили налог на добавочную стоимость при покупке драгоценного металла, а сотрудники IT-компаний в возрасте до 27 лет освобождаются от армии. Они также могут взять льготную ипотеку. Более того, в этом году правительство России получило дополнительную возможность индексировать социальные выплаты, пенсии и минимальный размер оплаты труда.